Всем привет! Вы на канале Jabbix, я ведущий этого канала и меня зовут Богдан. И недавно я снял актуальный ролик по поводу айфона 7 Plus. То есть я рассказывал, какой он, характеристики, обо всем немножечко. И люди начали, как бы, во-первых, он начал набирать нормально просмотры на моем канале. И также люди начали писать, актуален ли он в 2019, насколько батарейка, стоит ли покупать его на 32 гигабайта или на сколько лучше купить. Ну и собралось довольно-таки много вопросов, и сейчас я хотел бы своим подписчикам рассказать об этом. Итак, ребята, начнем с первого комментария. Его задает Настя Грейтс. Она пишет, когда ты сказал привет Siri, у меня включилась Siri. Бывает. Второй комментарий. Человек спрашивает, стоит ли брать на 32 гигабайта не крокодил? Ну смотри, во-первых, у каждого свои потребности. Кто-то берет для фотографий, кто-то берет, чтобы играть в игры, кто-то берет просто, чтобы звонить, и чтобы он телефон не глючил, не тормозил. На самом деле у меня телефон на 32 гигабайта, ну как сказать, его хватает вполне. Вот максимально, насколько он нужен, 64. Больше, в принципе, нет. И когда я буду брать iPhone X, это только 64 гигабайта, потому что 256, ну реально это перебор, они просто не нужны. Потому что в App Store, ну игры, ну там самые максимальные занимают 2-3 гигабайта, и всего лишь там, ну, игр 5, которые много занимают. А приложения типа Instagram, ВКонтакте, Facebook, ну они там по мегабайтам вообще немного. Ну и к тому же еще есть плюс облачное хранилище, где можно тоже хранить всю свою информацию, и поэтому 32 вполне, и на этом можно хорошо сэкономить. Дэн Лорд Брок. Когда ты фоткал, он не мог сфокусироваться, даже и фотка говно получилась. Так что ты даже побыстрее закрыл камеру, чтобы не показывать этот позор. Объясняю тебя, фоткал я не обычной камерой, это был портрет, как раз это то, что, почему в iPhone 7 Plus 2 камеры. Это камера-портрет, то есть размытие заднего фона. Когда вы фокусируетесь на определенном объекте, он просто размывает все, что находится сзади, и, соответственно, получается прикольная фотография. И для этого как бы нужно время, чтобы телефон сфокусировался. Это даже на iPhone X, iPhone XS Max, на всех iPhone так он фокусируется. Так, Данил Калаянов спрашивает. Привет, расскажи по поводу актуальности, насколько он актуален, и можно будет ли с ним проходить еще пару лет. Данил, отвечаю для тебя. iPhone актуален. Почему? Во-первых, iPhone 7 Plus имеет на данный момент 3 гигабайта оперативной памяти, и это даже в 2019 году, как для iPhone, это очень много, реально очень много. Поэтому, во-вторых, он имеет хороший процессор даже на данный момент, и все игры, приложения, которые сейчас существуют в App Store, он тянет на максимальных устройствах, на максимальных настройках, и, конечно, без лагов вообще, без вопросов. Так что сейчас он очень актуален, и будет, я думаю, еще актуален пару лет, потому что сейчас будет презентация Apple, вот буквально завтра в 8 вечера они выпустят новый iPhone 11, и также с iPhone выйдет новая iOS 13, которая будет поддерживаться iPhone 7 и 7 Plus. Как заявляет Apple, ну, по крайней мере, так пока что слилась информация, что iPhone 6s уже не будет поддерживаться, хотя я в этом сомневаюсь, потому что iPhone 6s тоже еще более-менее хорошее устройство, и поэтому это странно, если он поддерживаться не будет. Итак, iOS 13, и к тому же я хотел бы добавить, когда выйдет iOS 13, это сейчас очень масштабное обновление, там добавили темные темы, которые в iPhone вообще не было, и если iPhone 7 Plus 7 будет ее поддерживать, то еще буквально пару лет точно будет поддерживаться он, потому что будет iOS, ну, уже максимально ее не будет обновляться, то есть некоторые ошибки, то есть iOS 13.1, iOS 13.2, как это обычно бывает, iOS 13.2, iOS 13.3, ну, еще пару лет, в общем, iPhone 7 Plus будет это поддерживать, и все это будет летать, просто потому что начинка здесь очень классная. Следующий комментарий задает Арсен Петросян. Я вот честно не знаю, какую купить, либо 7, либо 7 Plus, так как у меня рука, пальцы небольшие, поэтому немножко боюсь купить 7 Plus. Расскажите, что вы предлагаете. Значит, смотри, Арсен, начнем с того, что 7 Plus намного удобнее вообще во всем, чем обычная 7, потому что обычная 7, ну, реально очень же маленькая. Насчет того, что рука у тебя не очень большая, на iPhone есть фишка, если кто не знал. В настройках это можно включить, вы по клавище тапаете, именно тапаете, а не нажимаете, и весь экран, абсолютно весь, смещается вниз, и, соответственно, вы можете дотянуться до любого ярлыка. Это реально очень удобно и, соответственно, этим пользуется. Но в то же время вы, ну, как бы, во-первых, в 7-ке аккумулятор небольшой, здесь 3000 намного лучше. В обычной 7-ке только 2 ГБ оперативной памяти, 7 Plus 3 ГБ. Во-вторых, во-третьих, камера. Камера намного изменилась, добавили режим портрет, то есть она стала двойная, ну, это круче, камера тоже улучшена. В общем, все, что можно, реально улучшили. И как, ну, чисто мое мнение, я советую, конечно, покупать iPhone 7 Plus. Так как я уже ходил из 7-ка и взял себе 7 Plus, то iPhone 7 Plus реально лучше. Еще, что касается выбор между 7 Plus и 8 Plus, вот чисто мое мнение, я вообще не вижу смысла покупать iPhone 8 Plus. Почему? Если у вас есть бюджет на iPhone 8 Plus, лучше, это чисто мое мнение, лучше немножечко дособирать и купить уже десятку. То есть это, ну, уже это масштабное изменение. Если вы пользовались iPhone 7 Plus какое-то время, и вы потом возьмете себе 8 Plus, особых ощущений вы, ну, вообще ничего не заметите. То есть, ну да, 8 Plus появилась беспроводная зарядка. Ну, да, это удобно, но настолько переплачивать много этого не стоит. Там улучшили немного процессор, но с iPhone 7 Plus на данный момент все приложения, все игры на ультрах тянет. В iPhone 8 Plus задняя крышка стеклянная, что и позволило ему получить беспроводную зарядку. Здесь же она, ну, либо Jet Black, что я не советую покупать, потому что он очень царапается, либо же вот такой матовый. Советую покупать вот именно такой. Так что iPhone 8 Plus вообще не советую покупать. Если есть деньги, добавьте, купите десятку. Если нету, купите 7 Plus, его более чем будет вам хватать. Это реально так от пользователя, который имел и 7 iPhone, и 7. Еще я говорил в ролике про Siri на iPhone 7, типа она немножко улучшилась, и мне вот сразу прилетел комментарий. Мария Кожухова пишет, ну или Кожухова, ну, извини, если неправильно произношу. Siri на SE работает точно так же. Ну, возможно, мне просто показалось, что она сработала лучше, поэтому это такое дело. Ну и, ребята, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Jebix. Меня зовут Богдан. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать мои новые ролики. Также комментируйте и лайки, дизлайки на своем просмотрении. Всем спасибо и всем пока.